У Рахили крышу снесло. Рахиль знает, что муж ее любит. Рахиль знает, что Лию Яков и видеть не хочет, просто отец его обманул, и все. И все же Бог посылает сыновей Лии, но не Рахиле. В те дни, и мы с вами уже об этом говорили, в 16 главе, мы говорили о конфликте между Сарой и Ягарью. В те дни был такой обычай, если у женщины была рабыня, служанка, то муж мог взять эту служанку, и первый ребенок служанки принадлежал жене. С точки зрения наших этических стандартов, наших этических норм, это отвратительно. Это ужасно. Но тогда такой был обычай. Конечно, Бог это не поощрял, но Бог это тогда допускал. Рахиль говорит, не могу я тебе дать ребенка биологически, но дам я тебе ребенка через служанку мою, через валу. Мы уже говорили об этом в связи с Авраамом. Большинство мужчин, даже тех, кто считает себя духовными, ну, Якова особенно духовным не назовешь, но даже так называемые духовные люди не откажутся от интимной близости с еще одной женщиной. И Яков тем более не отказывается. Служанка рожает ребенка, и Рахиль называет его, называет этого ребенка, дает ему имя. Имя Дан. Она снова рожает, и новый ребенок. И к концу 30-й главы расклад такой. В 8-му стиху у Лии четверо сыновей. У рабыни, у служанки Рахили двое сыновей, юридически принадлежащих Рахили. Возможно, кому-то показалось, что 29-й и начало 30-й главы книги «Бытие» — это какое-то уж очень странное место. На самом деле это только начало. Дальше будет еще страннее. У Якова родились к тому времени шестеро детей. Рожали их Лия и служанка Рахили. И тут происходит поразительное событие. Происходит оно во время жатвы пшеницы. Бытие 30-я глава, 14-й стих. И старший сын Лии идет в пшеничное поле. И он находит некое растение и приносит это растение матери. Растение это называют мандрагорами. Мандрагора. Мандрагоровые яблоки. Никакие это не яблоки. Это растение, у которого корень похож на морковь. И у него листва, вершки такие, хорошие, серьезные вершки листва. В то время это растение считалось лекарством от бесплодия. По этой самой причине его и собирали. Растения эти были редкими и считались они также символами удачи. Считалось, что они приносят удачу и беременность. Именно поэтому Рувим приносит это растение матери своей, Лии. Рахиль об этом узнает. И в 14-м стихе Рахиль говорит Лии, дай мне этих растений. Дай мне мандрагоров. Лия считает, что это дерзкая просьба. Она говорит, я тебе уже мужа отдала. А ты хочешь, чтобы я тебе еще и мандрагор дала? Слишком много упросишь. Очевидно, к этому моменту в браке Яков проводит каждую ночь с Рахилью. На Лию он уже внимания не обращает. И Лия говорит страшную вещь, ужасную вещь. Это практически проституция. Но в данном случае они, по крайней мере, юридически женаты. Рахиль говорит Лии, дай мне эти растения, а я тебе отдам Якова. На этом они и договариваются. Давайте задумаемся, что здесь происходит. Мы узнаем о предрассудке. Мы узнаем о том, что люди считали это растение лекарством от бесплодия. Значит, они помогут Рахиле. Мы узнаем о совершенно неэтичном поступке. Об истории о двуженстве, многоженстве. О том, как человеку нравится одна жена, не нравится другая. Любит одну, не любит другую. Одну любит, другую пренебрегает. И эти жены между собой договариваются. Она говорит, хорошо, я тебе уступлю. Мужа, только дай мне это растение. Страшно об этом читать, неприятно об этом читать. Так зачем же тогда Библия нам обо всем этом пишет? Ну, прежде всего, потому что так оно и было. Было на самом деле. Библия не скрывает от нас неприглядных сторон жизни своих героев. Об этом мы уже говорили, когда думали о том, зачем Авраам отдает свою жену Сару. Тогда он еще был Авраамом. Потом он становится Авраамом. И в 20 главе «Бытия он снова торгует своей женой». Мы говорили о том, как Библия показывает худшие стороны жизни своих героев. Мы говорили о том, что это одно из доказательств истинности, подлинности Библии. Если бы люди просто придумывали рассказы о героях, то и рассказы эти были бы исключительно героическими. Говорилось бы в них только о хороших, добрых делах этих героев. А здесь мы читаем и о глупости, и о предрассудках, и о безнравственности библейских героев. А теперь вопрос. Верят ли Рахиль и Лия, что мандрагоровые яблоки, мандрагоры действительно лекарство в бесплодии? Да, верят. Учит ли Библия, что эти растения помогут женщине забеременеть? Нет. Библия такому не учит. Библия лишь записывает для нас, представляет перед нами убеждения этих женщин, и, возможно, и самого Иакова. В книге «Бытие» мы увидим, что эти люди, эти женщины рожают, потому что Бог так устроил, потому что Богу так угодно, чтобы в это время по Его воле появился ребенок. Но дважды в 30 главе «Бытие», книге «Бытие» мы видим предрассудок, предрассудок, оканчивающийся достаточно странными событиями. Во-первых, с Рахилю, а во-вторых, со скотом. Это еще один предрассудок, о котором мы с вами поговорим через несколько минут буквально. Мы поговорим о том, что Библия нам об этом дает понять. Но смотрите, почему Лия продолжает рожать детей? У нее рождаются потом еще двое сыновей. Значит, шестеро сыновей у нее появляются и до того, как у Рахиле вообще первый сын появится. Моисей пытается быстро рассказать о событиях, которые разделены достаточно длительными временными промежутками. Возможно, Иосиф родился только после того, как они ушли и вернулись в Ханаан. Но Моисей пишет обо всем сразу, решает обо всех детях написать сразу. И поэтому здесь появится рассказ об Иосифе. А потом уже будет говорить о том, как Яков ушел из дома дяди своего и ушел из Ханаана и вернулся в Ханаан. Но Рахиль – любимая женщина, любимая жена, возлюбленная жена. Почему же она-то не рожает? Почему у нее детей нет? Почему ей приходится ждать? Давайте об этом задумаемся. Во-первых, вспомните о первом матриархе. Патриарх – это первый отец. Матриарх – первая мать. Если первый патриарх – это Авраам, то первый матриарх – Сара. Вспомните о Саре. Ведь ребенок у Сары родился только когда ей было 90 лет. Потом у жены Исаака, Ревеки, также была проблема бесплодия. Теперь у Лии проблемы бесплодия нет. Все у нее в порядке. У Рахили есть. Смотрите. Бог не подгоняет свой план, свой замысел под любовные предпочтения Якова. Бог не подгоняет свой план под желание Якова. Якову придется на своей шкурке понять, и он долго, долго, долго это будет понимать, долго к этому будет приходить. Ему приходится потратить много времени, чтобы понять – так установил Бог. Не Яков так задумывал, а Бог. Не по воле Якова, а по воле Божьей. Да, Рахиль, нам остается только пожалеть. Потому что, ну, любим мы романтическую литературу. Вся культура современная заставляет нас любить романтическую литературу, романтические фильмы. Смотрим мы фильм. Вот, женатый мужчина. Жена у него старая, некрасивая. Он знакомится с молодой и красивой. И очень скоро мы думаем, ну, все, разводись с женой-то. Потому что более романтичные твои отношения вот с этой молодой. Многие фильмы так снимаются. Многие книги на этом построены. Общественное сознание, современная культура манипулирует нашим сознанием, приводя наше сознание на сатанинскую территорию. Потому что мы таким образом начинаем желать супружеской неверности. Я родом из Атланты, штат Джорджия. Самая известная книга, действия которой происходят в Атланте, Джорджия, «Унесенные ветром». Книга эта написана в 1936 году. Фильм по этой книге снят в 1939 году. Книга эта и фильм этот о супружеской неверности. Женщина, героиня этого фильма и этой книги, не хочет быть замужем за своим мужем. Ей хочется другого мужчину. Ей хочется чего-то более романтичного. Кто-то может задаться вопросом, почему Бог благословляет Лию? Смотрите. В нашей культуре получается вот как. Красивая женщина по умолчанию стоит на первом месте. Так легко простить красавицу. Красавицу простить намного легче, чем дурнушку. Богатого мужчину простить намного легче, чем бедного. Когда мы видим богатого человека, мы говорим, ну, он, наверное, заслуживает своего богатства. Мы видим бедного человека, мы говорим, ну, так ему и надо. Вот бедный он, и все. А видя красивую женщину, мы говорим, она заслуживает своей красоты. Нет-нет-нет, не заслуживает она. Это Бог ей дал красоту. Бог ей дал этот дар. Дар красоты. Дар любви Якова. Но Бог не даровал ей первого ребенка, второго, третьего, четвертого, пятого или даже шестого. Ей пришлось ждать. Нет-нет, ждать она не хотела. Она отдала Якову свою служанку. И думает, да как-нибудь уж ребенка я себе раздобуду. Она даже не подумала о том, что если бы поступила правильно, Господь бы ее мог вознаградить. Она ждала. Она не ждала. Но вскоре Господь даст ей этого замечательного ребенка. Ребенка, который станет героем последних глав в книге Бытия. Ребенка по имени Иосиф. 22-24 стихи 30 главы книги Бытия. «И вспомнил Бог о Рахиле». Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.